Добрый день всем! Начинаем наш прямой эфир. Рада всех приветствовать. На связи Ростов-на-Дону и я, Вешникова Наталья. Рада всех буду видеть, слышать на нашем прямом эфире. Будьте добры, в чате поставьте, пожалуйста, плюсики, если хорошо всё видно и слышно. Давайте будем активно работать в нашем чате. Чтобы не только я одна разговаривала, чтобы мы разговаривали все вместе, была обратная связь. Так, хорошо, вижу, плюсики стоят. Следующий вопрос. Попрошу также присутствующих в чате написать, из каких вы городов, чтобы я представляла, какая у нас география. И желательно, конечно, представиться имя, фамилия, потому что я прекрасно знаю, что есть мои коллеги, а есть просто потребители, клиенты, Vivasan, дистрибьюторы, просто новички, которые получили ссылку, заинтересовались, вошли впервые или, может быть, не впервые, но, тем не менее, ещё мало знакомы с нашей продукцией, с тем, как мы работаем. Очень приятно Нальчик увидела, да. Кто ещё у нас? Какие города? С кем мы будем сегодня общаться? Ответьте, пожалуйста, в чате. Санкт-Петербург, рада приветствовать. Воронеж, замечательный Воронеж, очень активный. Какие ещё у нас регионы представлены на нынешний момент? Кто ещё здесь? Ну, я надеюсь, что в дальнейшем вы напишите, кто вы и из каких городов. Я прошу до конца эфира всё-таки написать. Москва, добрый день, Москва. Ещё хочу вас попросить в течение эфира писать свои вопросы в чате заранее, чтобы было проще потом на них отвечать, чтобы никто ни о чём не забыл, всё было вовремя, чётко. И, в принципе, вы можете также голосом задавать свои вопросы, когда будут паузы в моём рассказе, да, в моём эфире. Тема сегодняшнего нашего эфира – осенняя депрессия. Название может быть довольно такое грустное и печальное, но осень все ассоциируют именно с таким грустным и печальным временем года. Хотя это вот не так. Если я смотрю сейчас в окно, у нас прекрасная солнечная погода, 20 с лишним градусов тепла, то есть сегодняшний день нас порадовал. Хотя, конечно, это не ежедневно. Что же такое осенняя депрессия и почему я решила посвятить эфир именно этой теме? Дело в том, что мы уже говорили об иммунной системе, об укреплении организма в осеннее время года, о предотвращении и о защите от различного рода инфекций. Но дело в том, что организм – это сложная система. И у нас есть такая важная часть нашего организма в целом, как центральная нервная система, которая влияет на наше психологическое состояние и таким образом влияет вообще на качество нашей жизни. Что это такое? То ли это просто какое-то грустное состояние, плохое настроение человека, или это затяжное какое-то депрессивное, апатичное состояние? Вот в этом мы должны с вами сегодня разобраться. И специалисты вообще, психологи, они считают, что депрессия, осенняя депрессия – это, в принципе, ну, можно сказать, диагноз, который, правда, не диагностируется лабораторными какими-то исследованиями, но он имеет место быть. И сам вот термин, интересен такой факт, термин «осенняя депрессия» был впервые введен терапевтом Джинам Скали в 2005 году. То есть, в принципе, не так уж и давно. А другое название этого состояния – это сезонное аффективное расстройство, которое характеризуется рядом психосоматических проявлений. Что же мы наблюдаем обычно с приходом осени? Что вообще ухудшение настроения, нежелание чем-либо заниматься, отсутствие интереса к жизни, вообще чаще встречается у женщин, чем у мужчин. И пик вот таких проявлений наступает обычно в возрасте 40-55 лет. Что касается детей, здесь, конечно, ситуация получше. Хотя у детей тоже наблюдается чем-то похожая картина, но это бывает обычно в возрасте от 9 лет и старше. Причем больше по наблюдениям страдают жители северных территорий, северных регионов. Естественно, это связано с меньшим количеством солнечного света. Солнце вообще – это источник радости, источник тепла, источник позитива. И, конечно, те страны и регионы, где световой день короткий, а порой и очень короткий, вот там депрессивные настроения преобладают. И важно, конечно, чтобы человек не запустил этот процесс, чтобы он не вошел в критическую стадию. Некоторые считают, что можно на депрессию воздействовать, сезонную депрессию, можно воздействовать силой воли. Ну, типа, сказал себе, да какая ерунда, я могу с этим справиться, да, силу воли свою включил и готова. На самом деле это ошибочное мнение, потому что никакая сила воли не поможет справиться с депрессией. Она запрятана у нас глубоко внутри, и здесь сложные процессы. Если бы можно было включить силу воли, вот по мановению волшебной палочки, и войти в позитивный настрой, то, скажем, не страдали бы сезонной депрессией такие известные люди, как Авраам Линкольн и Уинстон Черчилль. А для них это было характерно ежегодно осенью. Как распознать осеннюю депрессию? Вот что это действительно? Просто плохое настроение, просто какая-то печаль временная, короткая, там, быстро проходящая. Ну, может быть, недельку, ну, может быть, там, несколько дней. Или это уже именно депрессивное состояние, которое мешает нормальному существованию человека. Надо обратить внимание на следующие признаки. Это может быть вообще печаль без всяких причин. Вот нет причин для грусти, да, а у человека вот такое пессимистичное настроение. Отсутствие интереса к обыденной жизни, к простым, к самым простым житейским радостям, что называется. Это может быть чашечка чая или кофе или какао, да. Это может быть просто посидеть, послушать музыку, поговорить с друзьями. То есть вот вообще нет никакого интереса. Нежелание чем-либо заниматься. Человек не может включиться в обычный режим дня. Обычные, самые простые вещи он не может заставить себя делать. Ну, порой это просто начало дня с элементарной гимнастики. Нет настроения, нет настроения, скажем, приготовить что-то вкусненькое. Нет настроения поговорить с близкими и родными людьми и так далее. Бывают нарушения постоянные сна, которые вошли уже в систему. Это может быть как бессонница, так и постоянная сонливость. Очень многие жалуются на нарушение концентрации, на отсутствие внимания. Также может присутствовать раздражительность, капризность по любому поводу и без повода. И человек сам ловит себя на этом, что достаточно там вот малейшей какой-то, я не знаю, причины или вот даже без причины, и он уже начинает раздражаться. В другое время человек и не обратил бы на это внимания. Но сейчас, в осеннее время, эти все факторы становятся очень острыми. Встречается также такой признак довольно часто, как желание одиночества. Человек не хочет контактов, не хочет выходить в общество, не хочет общаться с коллегами, не хочет общаться с друзьями, с родными и близкими, хочет часто быть один. И это тоже процесс бывает не кратковременный, а довольно длительный в осеннее время. Кроме того, наверное, многие сталкивались с тем, что нарушается аппетит. Есть такое, скажите, вот сейчас присутствует в чате довольно много людей. Плюсиком кто-то может отметить, есть ли нарушения какие-либо аппетита. То есть это может быть либо полное отсутствие аппетита, либо наоборот непреодолимое желание постоянно что-то жевать. В чате поставьте плюсики, у кого есть хотя бы какие-либо из вот этих признаков, которые я сейчас перечисляла. И еще не вижу, никто ничего не пишет, да? Ну, я буду надеяться, что... Скажите, пожалуйста, вы спрашиваете, есть ли у нас сейчас эти симптомы? Или вообще бывают эти симптомы? Нет, 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 я спросила у присутствующих сейчас на нашем прямом эфире. Вот я перечислила сейчас довольно большое количество признаков сезонной депрессии. Остановилась я на нарушениях аппетита. И вот я спрашиваю сейчас у тех, кто присутствует, есть ли был или когда-либо наблюдали в предыдущие, может быть, годы у себя что-либо из этих признаков? Ну, в принципе, все это может быть, да. Причем все признаки. Тут в отдельности. Все признаки. Или выборы. Но в данный момент... Этот список еще не полный, да, список этот еще не полный. И вот как бы это ни было печально или не смешно, или смешно, но еще один признак – это отсутствие полового влечения. Это тоже может быть осенью. И сейчас мы поговорим о том, что же вызывает у нас проявление вот такой осенней депрессии, появление вот всех вот этих признаков. Что же вызывает? Не только плохая погода, не только дождик за окном, не только отсутствие света, не только там низкая температура, да. То есть все вот эти внешние признаки осени, они каким же образом они влияют на наш организм? Что же происходит конкретно в нашем организме? Смотрите, в первую очередь ученые и медики отмечают изменение гормонального фона. Это первое. Если поподробнее, повышается уровень мелатонина. То есть мы знаем его как гормон сна, в общем-то, да. Больше хочется спать, когда повышается уровень мелатонина. И вот как раз меньше у нас возникает интереса к обыденной жизни. У нас снижается дневная активность. Это раз. Дальше, что с этим связано с повышением мелатонина? Снижается температура тела осенью. И это вызывает другую реакцию. Потреблять больше высококалорийной пищи. Когда снижается температура тела, люди склонны больше принимать именно высококалорийные продукты. Потому что они являются источниками энергии. Вот в это время года людям, как правило, нужно повысить свои энергетические запасы. И прежде всего это восполняется пищей. Но если мы употребляем в большем количестве высококалорийную пищу, это приводит к чему у нас? К увеличению веса. Это начинает, в свою очередь, раздражать человека, нервировать его. И депрессия тогда усиливается. То есть здесь вот такая интересная закономерность. Что еще у нас происходит интересное в организме? Вообще гормональный фон – это огромная такая система, все взаимосвязано. Если идет повышение уровня одних гормонов, то это ведет к снижению уровня других гормонов. Например, когда повышается мелатонин, снижается уровень серотонина. А серотонин у нас называют вообще гормоном хорошего настроения. Также уменьшается дофамин. А он напрямую зависит от интенсивности и продолжительности солнечного света. Дофамин отвечает за концентрацию, за внимание. И человек, вот как раз, когда происходит уменьшение дофамина, тоже теряет интерес ко многим любимым ранее вещам. Какие-то, может быть, привычки были, хобби какие-то были. Вот осенью люди замечают, что им не хочется заниматься даже любимыми вещами. Кто-то увлекается вязанием, шитьем, танцами. Вот не чувствуют в себе желания, не чувствуют энергии на вот эти занятия. И очень важный фактор, который влияет в нашем организме на возникновение осенней депрессии, это дефицит витамина D. Это общеизвестный фактор. Это одна из самых главных причин депрессии и раздражительности. Ну, кроме того, мы отмечаем сезонные заболевания, которые мешают нам находиться в хорошем настроении, да. И низкая физическая активность. То есть высокая физическая активность, она повышает доступ к кислороду к тканям, к органам, заставляет активно работать весь организм. Соответственно, меняется и гормональный фон, и настроение человека улучшается. Но осенью вот замечаем мы у многих уменьшение физической активности. Что еще я хочу отметить? Вот смотрите, что еще нам необходимо осенью, чтобы улучшить свое состояние и избежать осенней депрессии? Нам нужны обязательно полиненасыщенные жирные кислоты. То есть их дефицит также может вызывать депрессию. Потому что омега-3 имеет свои антидепрессивные свойства. И, конечно, мы рекомендуем это компенсировать и питанием. То есть это потреблять жирную морскую рыбу, льняное масло, если мы говорим о пище. Нам осенью необходимы также кальций, магний, калий, селен, литий. И это содержится в большом количестве в капусте, в грецких орехах, в яблоках, в миндале, в авокадо. Нам необходимо такое вещество повысить его в осенний период, как капсаицин. И он содержится в острых сортах перца. Вот кто у нас любители остренького, они защищены вот этими разными приправками от осенней депрессии в довольно таком, ну, приличном, как бы, проценте. Потому что эти вещества, которые содержатся в острых сортах перца, они способствуют выработке эндорфинов. А эндорфины тоже называют вот гормонами счастья. Это прежде всего потребление чеснока, которые являются вообще источником и витамина С, и магния, и кальция, и калия, и селена. И таких веществ, аминокислот, как фенилаланина и трептофана. А фениламин – это аминокислота, которая способствует повышению выработки норадреналина. То есть усиливает нашу активность, ежедневную, обычную, вот бытовую такую активность. И все это содержится в белковой пище. Любой. Это может быть растительный белок, животный белок. То есть каждый выбирает для себя. Чтобы избежать осенней депрессии, пожалуйста, увеличивайте понемножечку свою физическую активность. Прежде всего это прогулки на свежем воздухе, когда позволяет погода, и даже не в очень хорошую погоду, прогулки обязательны. Увеличивайте потребление витамина С, который, кстати, лечит даже биполярную депрессию. Такое вот сложное заболевание. Необходимо увеличить или как бы отрегулировать потребление витамина В12, который непосредственно влияет на центральную нервную систему. Ну, если мы говорим о пище, то это куриная печень, молоко. А триптофан, о котором я упоминала, это аминокислота, которая является натуральным релаксантом. Вот. И способствует выработке вот как раз серотонина, гормона настроения. И если мы говорим опять о питании, то это курица, индейка, цитрусовые, помидоры, любимые многими, инжир, который сейчас есть, овсянка, которая у нас присутствует, в общем-то, в любое время года, капуста, лук. Употребляйте больше тыквы. Ну, и из орешков кешью. Мы сейчас, в общем, с вами поговорили о важных таких факторах, да, которые влияют на проявление осенней депрессии. Я не говорю как бы о тех случаях, когда бывает генетическая предрасположенность у людей. Это тоже имеет место быть. Когда люди имеют какие-то вредные привычки. Кстати, вот я сама не знала, а сейчас, изучая этот вопрос, выяснила, что оказывается потребление кофе и кофеиносодержащих продуктов усиливает депрессию на самом деле. То есть нам кажется, что у нас плохое настроение, мы можем поднять его чашечкой хорошего крепкого кофе, а оказывается, вот не так вот все просто. То есть лучше кофе заменить другими напитками, скажем, травяными чаями. Какао очень хорошо или аналог какао, кероп, напитки готовятся, да, вот такие, они горячие. Можно добавлять туда, кстати, специи. О ряде специй я уже говорила, ну, их много на самом деле. Это и имбирь можно добавлять, и гвоздику можно добавлять. То есть все это положительно влияет на наше настроение. И, конечно же, сейчас я хочу услышать ваши вопросы, прежде чем я перейду к следующему разделу. Это непосредственно, что предлагает Вивасан, что предлагают швейцарские производители, для того, чтобы мы вообще забыли вот этот термин осенняя депрессия, чтобы вообще он, как факт существования, исчез из нашей с вами жизни. Вот на данный момент у вас есть какие-либо ко мне вопросы? Все ли понятно? Поставьте в чате, пожалуйста, там, я не знаю, плюсики, если все понятно, и напишите, пожалуйста, если есть у вас какие-то вопросы, напишите их. Я так понимаю, что у нас недостаточно надпочечников вызывает депрессию. Но, опять же, мы говорим о том, что надпочечники относятся у нас и к прогормональной системе, поэтому, конечно, такое имеет место быть. Но, опять же, мы говорим сейчас о сезонной депрессии. Поэтому, если есть недостаточность надпочечников, я так понимаю, что здесь не только сезонные дела присутствуют. Я так и не увидела вот вопросы. Есть ли у вас признаки, ну, скажем, такие, как нарушение сна, может быть, сонливость, да, отсутствие желания активных каких-то действий, может быть, да, вот, активной жизнедеятельности такой. И нарушение аппетита. Вот пускай вот эти вот несколько основных симптомов. Есть бессонница. Так, сезонная, да, я так... Мы сейчас говорим о сезонных проявлениях. То есть летом этого не было, допустим, а сейчас это вот проявилось. Кстати, осенняя депрессия, в принципе, даже если она есть, ну, естественно, если обратить на это внимание и заниматься этим, она, в принципе, зимой проходит. Вот нет у нас понятия зимняя депрессия. Этого нет. Вот именно осенняя. Всё понятно. Значит, вопросов особых больше нет. Значит, наша задача с вами избежать основных проявлений, избежать нарушений сна или справиться с этим, избежать нарушений аппетита, то, что реально нас раздражает, нервирует, да, вводит в депрессивное состояние. Вот этот бесконтрольный жор, да, когда хочется как-то поднять себе настроение и что-то там съесть. Неважно, какое время дня у нас, суток. Вот это нам надо с этим справиться. И, ну, что ещё? Снижение, наверное, двигательной активности у многих наблюдается, я так думаю, одни из основных признаков. Что же, чем мы можем помочь, да, из продукции Вивасана? Ну, вот мы говорили и о гормональном фоне, и об омегах, и о некоторых других вещах, витаминах, минералах и прочем. Что у нас хорошо работает? У нас есть витаминные комплексы. Черника, ну, я покажу сейчас просто. Это старая вот такая упаковочка. Разобрали у нас новые. Это у нас вот просто на стенде выставочном стоял старый вариант. Черника, да. Отличный комплекс натуральных витаминов. Можжевеловый сироп. Пожалуйста, тоже как витаминный напиток. Принимайте осенью. Витаминный комплекс целый. Естественно, на первом месте у нас АЗ-компакт. Бодрость на весь день. Всем хорошо видно, да. Здесь мы имеем широкий витаминно-минеральный состав. Витамины группы В, в том числе, все представленные. Фолиевая кислота, биокин, неоцин, селен, йод, цинк и так далее. Да, минералы. Все здесь представлено. Пожалуйста, принимайте всего одна штучка в день. Да, в первой половине дня. Конечно, мы рекомендуем усилить потребление витамина С. Вот, пожалуйста. То есть можно чередовать. Месяц пропить бодрость, месяц пропить чернику. Потом подключить, допустим, витамин С, но с чем-то еще, допустим. Сейчас мы поговорим об этом. Кому-то подходит очень прием зеленого чая. Осенью здесь большое количество селена, в частности. То есть тоже можно сочетать с другими нашими продуктами. Великолепная наша омега. В двух вариантах. Сейчас я показываю омегу с крилем. Да, усиленная формула. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые имеют огромный перечень показаний и свойств. Вот одно из свойств, о которых мы говорили. Это как антидепрессанты. Замечательное масло гранатовых косточек. Широкое по своему составу, имеющее в своем составе кислоты, которые больше вообще ни в день не содержатся. Поддержка всего организма и гормонального фона в частности. Аглиократ. Тот самый чеснок, о котором я довольно много сказала. Много компонентов, которые содержатся именно в чесноке. Здесь концентрированная формула в одной капсуле до 95% усвоения. То есть, пожалуйста, принимайте в совокупности, скажем, с теми же омегами. Нехватка витамина D3 у нас компенсируется капсулами. Ну, вива-К2, здесь витамины К2 и D3, да. Вот, витамин D также у нас содержится и в чернике в небольшом количестве, и в бодрости в небольшом количестве. Либо вот это вы принимаете. Для активизации еще и памяти и концентрации внимания рекомендую осенью пропивать гинкалин форте. Терапевтическая концентрация активного вещества, выработанного из гингобелоба, активизирует мозговое и коронарное кровообращение. Быстро причем, в кратчайшие сроки улучшает память и концентрацию внимания. Естественно, не могу не сказать о таком продукте, как Вива-Ку-10-Форте. Коэнзим, витаминоподобное вещество, коэнзим-Ку-10, которое тоже в кратчайшие сроки активизирует работу митохондрий, которые работают как поставщик энергии во все клетки любого органа. Если же есть уже довольно серьезные проявления сезонной депрессии, то у нас есть такие средства, как релаксина, паник, сочетание нескольких видов, экстрактов нескольких видов растений, которые дают очень быстрый эффект. Очень быстро это буквально как скорая помощь. Можно от одной до, скажем, нескольких штук в день. Она рассасывается или разжевывается, не запивая водой. И есть вот еще один продукт, это релакс на основе масляного экстракта зверобоя, тоже в концентрированной форме. Но это препарат пролонгированного действия, то есть мгновенного эффекта вы не получите. Но пролонгированный, очень стабильный эффект. Человек приводит в порядок состояние нервной системы. И, конечно же, особое внимание мы уделяем нашим эфирным маслам. Вот у нас довольно большой ассортимент эфирных масел и композиции эфирных масел. И большая часть их, это процентов 80, это вообще масла-антидепрессанты. Это масла, которые способствуют и расслаблению, спокойствию, выводу из состояния стресса, из состояния агрессии. Это масла, которые уравновешивают нашу нервную систему. Это масла, которые позволяют устранить бессонницу, быстро заснуть. Масла, которые возвращают нам состояние активности, бодрости, интереса к жизни. Масла, которые нормализуют наш гормональный фон. И, соответственно, у нас стабилизируется уровень определенных гормонов. То есть они выравниваются. Но показать их все, это сложно, конечно, но я попробую. Масла верхней ноты у нас основные, скажем, я на них остановлюсь. Это масла лимона, апельсина, мяты, это эвкалипт, это мелиса лимонная и розмарин. Они воздействуют, конечно, каждая по-своему. Каждый подбирает для себя подходящее масло. Но они все способствуют предотвращению депрессии или выводу человека из вот такого депрессионного апатичного состояния. И во всяком случае они помогают даже быстро решить, как скорая помощь, ту или иную проблему. Например, масла мяты или мелисы, они еще аппетит снижают. Вот, пожалуйста, если вам это необходимо. Следующая группа эфирных масел, масла средней ноты, прагормональные, так называемые наши масла. Очень сложные масла по компонентному своему составу. Это масло нироли, сильнейший антидепрессант, роза. Великолепно работает в любом возрасте, при любом состоянии организма. Дышите маслом розы марокко. Масло иланг-иланг нравится даже мужчинам, заявляю со всей ответственностью. Масло жасмина, великолепный прогормональный эффект, успокаивает, приводит в состояние стабильности, гармонии. Масло герани, масло шалфея мускатного и масло лаванды. Ну, наиболее, конечно, распространенное среди потребителей это масло лаванды. То есть из этих масел вы можете выбрать то, которое вам подходит. Причем это может быть неделю одно масло, неделю другое масло. Это вы уже сами комбинируете. Что мы делаем? Это не значит обязательно пить внутрь. Скорее, это ингаляции холодные, да, это посредством аромолампы или аромодиффузора. Это ванны с эфирными маслами. Ну, у нас есть правила принятия ванн обязательно, то есть нельзя их нарушать. И это массажи с эфирными маслами. Ну, массаж, если вы не можете ходить к массажисту, то во всяком случае после душа на чистое тело нанести, допустим, масло органа с каким-либо из этих масел или с композицией этих масел, это уже может каждый, да. Что еще? Вы можете использовать масло органа как базовое, масло жужоба или авокадо. Вы можете взять эмульсии наши великолепные. Это эмульсия календула с авокадо, да, или лаванда там с жужоба, если я ничего не путаю. Вот эти, да, в таком составе они идут. Но туда как бы тоже хорошо, чтобы усилить их эффект, еще добавить что-то из тех масел, которые вы выбрали для себя. Есть бодрящие масла, есть успокаивающие масла. Пожалуйста, на ночь не используйте масло розмарина, иначе вы просто спать не будете, оно у вас взбодрит, масло лимона взбодрит. А вот расслабляющие масла вечером, конечно, они оказывают прекрасный эффект. А утром, если вы приняли душ утренний, вот тогда как раз вы можете использовать тонизирующие эфирные масла. Ну, даже тот же лимон, скажем, да, с розмарином. И прекрасными антидепрессивными свойствами обладают масла нижней ноты. Это ладан, пихта, базилик, гвоздика, розовое дерево и пачули. Среди них также есть масла, которые уравновешивают, гармонизируют, успокаивают. И есть масла, которые обладают стимулирующим эффектом, да, наоборот, бодрящим. Ну, например, масло гвоздики или масло базилика, которое часто тоже повышает настроение. Но опять же вы выбираете те масла, которые вам нравятся. То есть здесь вы сами уже регулируете. Как минимум подышать. На ладошку одна капелька, я раньше уже объясняла, любимого масла растерли и посидели несколько минуток, вот так подышали. Это самое простое, что вы можете для себя сделать. Если на целый день вам хочется слышать этот запах, пожалуйста, найдите, приобретите аромомедальоны. Капайте туда 2-3, можно 4 капельки эфирных масел. И у вас будет постоянно при себе этот аромат. Вы будете окутаны этим ароматом. Естественно, он будет работать с вашим организмом. И теперь то, что касается композиции. Я знаю, что многие их имеют и используют. И сейчас я хочу обратиться к тем, кто этого не знает, допустим. Или не так широко их использует. Опять же, это все касательно нашей темы. Осенняя депрессия. Можно наряду с моноароматами, мономаслами, использовать следующие композиции для активизации жизненных сил, для поднятия тонуса, для поднятия настроения. Или наоборот, приобретение какой-то релаксации, спокойствия, если это вечернее время, да, и вам нужно заснуть. Долгое время мы пользовались вот таким, и пользуемся сейчас замечательным ролл-он, тонус, да, тонус лосьон называется, он с роликовым аппликатором. Здесь уже композиция эфирных масел и экстрактов, которая способствует не только снятию головных болей, но и приведению себя в такое активное бодрое состояние. Достаточно смазать виски и немножко под носом. Великолепная вещь, если у кого-то нет, вот очень рекомендую. Также для поднятия тонуса мы используем композицию Get Up. Это все не питьевые вещи. Если у нас здесь есть новенькие, кто не знаком с этим, это не питьевые вещи. Мы их используем для ингаляций, и там также можем массажи, ванны, по активным точкам, ну вот таким образом. Композиция Взбодрись. Вот само название, да, говорит о том, что эта композиция вводит в нас в состояние хорошей такой дневной активности. Вечером она нам, естественно, не нужна. Используйте, пожалуйста, начинайте свое утро с этого. Какую-то зарядочку сделали, приняли душ, ванну никогда, наверное, утром принимать многим. Но если ванну можно, то, пожалуйста, используйте. Если не ванну, то потом нанесите несколько капель с там базой какой-то, базовым маслом или молочком, вот, эмульсией. И есть у нас композиция «Я полон сил». Тоже название, говорящее, само за себя. Работает с желудочно-кишечным трактом очень хорошо. Но здесь такая композиция эфирных масел, которые сами по себе являются активаторами жизненных сил. Поэтому вы также можете не только наносить там одну каплю в базе, в креме, допустим, тимьян или в базовом масле на желудочно-кишечный тракт, хотя это тоже очень хорошо, активизировать тоже печень, да, в дневное время. Но также вы можете сделать вот или легкий массаж или просто подышать. Достаточно тоже на пульс нанести, на ладошку нанести, подышать, да, или просто с пузырьком посидеть несколько минут, подышать. Или, если хотите, опять же, варома-медальон, и в течение дня вы будете полны сил и энергии. И, конечно, вот композиция «Долгая жизнь». Композиция такая, которая не может просто усилить или привести к состоянию апатии или депрессии, которая обладает, помимо того, сильнейшими антиоксидантными способностями, то есть нейтрализует все вредное и нехорошее, что у нас там накопилось в организме, да, использовать ее также таким же образом вы можете. Но, смотрите, по составу здесь, значит, тимьян, и здесь тимьян, то есть осторожно, у кого там есть тенденция к высокому давлению, с этим осторожненько. И еще одна композиция, которая противоположным действием обладает, она не то, что заряжает нас энергией, а наоборот, она успокаивает нас, дает нам такое состояние удовлетворенности жизнью, я бы так сказала, да, принятием ситуации, принятием, вот, не знаю, даже той же какой-то не очень хорошей погоды, да, и отсутствия солнечного света, но она погружает нас в атмосферу хвойного швейцарского леса, погружает нас в атмосферу по существу самого лучшего климатического курорта, да, и комплекс эфирных масел дает нам полную релаксацию, и вот эту композицию я бы рекомендовала больше использовать в вечернее время по возможности. Она не только защищает нас, ну, вообще все композиции эти масла защищают нас от вирусов, от бактерий болезнетворных, от инфекций различных, да, вот, но эта композиция, она еще и хороша для тех, кто страдает бессонницей, да, у кого есть нарушение сна, то есть подышать перед сном, включить аромодиффузор, аромалампу, принять ванну с этими маслами, естественно, предварительно капнув их в эмульгатор, или просто капнуть пару капель на подушечку, и хороший, полноценный, глубокий, без каких-либо кошмаров здоровый сон вам обеспечен. Ну, вот, пожалуйста. А как называется, название не сказали? Вот эта композиция называется шинриньёку, то есть это вообще шинриньёку, но мы называем купание среди лесов, да. А, спасибо. Купание среди лесов, это в нашей интерпретации, вообще шинриньёку, и это японские методы релаксации, которые взяты Швейцарией вот за основу. Ну, в общем-то, всё, о чём я хотела сегодня с вами поговорить, и теперь я жду ваших вопросов. Скажите, пожалуйста, а вот про гормональный эффект, там вот в частности средняя нота, это что именно? Чуть-чуть поподробнее. Ну, посмотрите, средняя нота, это у нас вот такие розовато-сиреневые флакончики будут, и коробочки, да, это масла средней ноты. Ну, прежде всего, это самое распространённое, самое как бы простое в нашем понимании, хотя оно сильнейшее, и у него огромный спектр действия, да, но в том числе оно и про гормональное. Это лаванда. Это лаванда. В частности, лаванду, так же, как лимон и апельсин, но особенно лаванду, очень любит, как мы говорим, наша щитовидная железа, да, а это регулятор очень многих процессов в организме, именно гормональных процессов. Поэтому вот кто любит масло лаванды, используйте его широко в своей практике, можно сочетать, если не совсем как бы может, кому-то кажется рисковатым, на самом деле не надо его близко к носу, как бы, да, чуть подальше, или прекрасно в диффузоре, в аромалампе, там не такие большие концентрации на площадь там помещения, и оно довольно мягко звучит. Ванны с лавандой. Вот вечером замечательно просто принять ванну с лавандой. Не забываем, что, ну, 6-7 капель на ванду у нас идёт, да, на соль, допустим, предварительно капнув и разведя водички. Температура воды всегда для арома ванны не выше 38 градусов, то есть вот элементарно это как локтём мы пробуем, вот бывает у ребёнка там вот локотком, да, и сердце мы не погружаем. В любом случае, вот такая арома ванна будет прекрасно работать. Ну, кроме этого, вот здесь у нас из масел класса люкс это у нас роза марокко, нироли и жасмин. Это самые дорогие, самые сложные масла, масла, которые тяжело добываются, большими усилиями, большим количеством сырья. Вот, там даже немножко по-другому методы их получения идут. Но они здесь в разведении на масле жужуба, но они всё равно терапевтические, сильнейшие, несмотря на то, что они не стопроцентно эфирные. Дальше и ланг, и ланг. Ну, тоже такое масло, скажем, нужно иметь в виду, что оно снижает давление. То есть, если кто-то осенью, кстати, склонен, тем более к повышению давления, вот на фоне смены метео, да, вот этой вот зависимости такой, то используйте масло и ланг, и ланга почаще. Но оно тоже звучит, как бы кажется, что рисковато, но его просто нужно брать в совсем малых концентрациях. То есть, его можно сочетать с маслом апельсина, допустим, лимона. Оно хорошо звучит. Вот, то есть, тех брать побольше, этого поменьше. В тот же диффузор, допустим, или в ванну, или… Но некоторые любят разводить в базовом том же масле или в эмульсии и наносить на тело. По существу вы, как духи, вот нанесли на себя, и на жирной основе это будет длительно сохранять запах, аромат будет держаться на вашем теле, вы сами будете его чувствовать в течение дня. Если вы наносите на точки, просто в чистом даже виде, да, на рефлекторные точки, то эфир быстро попадает в кровь, в лимфу, и улетучивается как бы, да, то есть, все входит внутрь, верхние вот эти компоненты, они улетучиваются, и человек не ощущает этого, ну, то есть, неощутимый запах. А если это будет на какой-то вот жирной основе нанесено на тело, то вы будете это ощущать довольно долго. Этот запах будет сохраняться, любой как бы из них. И гирань, масло гирани тоже является прогормональным, и масло шалфея мускатного. Интересные масла, довольно-таки густые, интенсивные. Они сами по себе напоминают парфюмы, да, то есть, даже заменитель парфюма в своем роде. Тоже выбирайте по тому, как воспринимает ваш организм. Я не могу вам порекомендовать вот только это масло и никакое другое. Это все индивидуально. То есть, нужно, наверное, в офисе где-то, обычно в офисах есть демонстрационные наборы эфирных масел. Ну, сейчас я покажу, вот, ну, их же много, и расширился у нас ассортимент. Ну, вот, допустим, да, чаще в офисах вот такие вещи есть. Видите, вот какой большой набор здесь имеется в офисе. То есть, подойти, попросить, дать понюхать и определиться, что вам подходит. Хотя это не значит, что это на всю оставшуюся жизнь, потому что состояние организма меняется. И поскольку это натуральные вещи, да, они очень четко указывают на изменение состояния организма. То есть, в какой-то момент вам может нравиться одно масло довольно долго, оно может нравиться, и год, и два, и три. Потом вдруг наступает момент, когда оно перестает нравиться, и вам нравится совершенно другое масло, которое до этого вам не нравилось. не нравилось. То есть, это все методом проб вот таких. Еще вопросы есть? Я надеюсь, что эфир был интересным для вас. Если вам понравилось, вы напишите, пожалуйста, в чате. Если что-то не понравилось, тоже напишите, пожалуйста, в чате. В WhatsApp у нас есть группа, да, прямых эфиров. Туда, пожалуйста, вот эти моменты не надо писать. Пишите вот именно сюда, в чат прямого эфира. Я надеюсь, что мы будем с вами встречаться и далее. Я буду готовить мои эфиры каждую неделю. Надеюсь, что все будет в порядке, и ничто нам не помешает встречаться. Мне доставляет это большое удовольствие. Пока я не могу сказать тему следующего эфира. И если есть вопросы, которые вас интересуют на дальнейшие темы какие-то, еще раз прошу, пишите, пожалуйста. Но я думаю, что темы, которые вас интересуют для прямых эфиров, можно писать и в нашей группе в WhatsApp. Так, не вижу вопросов. Нет, да, всем все понятно. Хорошо, тогда спасибо вам всем за внимание. Я обращаюсь к вам с просьбой приглашать людей в нашу группу в WhatsApp, группа прямых эфиров, с тем, чтобы как можно большее количество людей приходило именно на прямые эфиры, общались непосредственно вживую, задавали свои вопросы, слушали вопросы других людей и ответы на них. То есть это всегда гораздо интереснее, чем потом просто посмотреть в записи, которая еще там подвергается какой-то корректировке. Во всяком случае, живое общение есть живое общение, а его не заменит никакая запись. Поэтому моя убедительная к вам просьба – приглашайте других людей. Это ваше участие, да, это ваше такое, ваша помощь нам в проведении эфиров. Это ваша благодарность мне, как организатору прямого эфира. И я надеюсь, что количество людей, которые будут это слушать, которым это будет полезно, будет расти с каждым эфиром. Спасибо всем и до свидания. А, можно к вам тогда? Я вот написал в чате, тема кожных заболеваний, и если можно буквально сейчас пару слов, какие лучшие эфирные масла для ванной при псориазе. При псориазе. Значит, смотрите, у нас идет чайное дерево, лаванда, ладан, ладан, да? Сейчас я вспоминаю еще что-то. Ну, вот эти три, наверное, они как бы основные. А композицию как составить? По пять капель каждого или… Не-не-не, смотрите, ванна – это всегда шесть-семь капель в совокупности, не больше на ванну, не больше. То есть вы можете по две капли каждого взять, допустим. Да, понятно. Три масла, две капли каждого. Но на самом деле там, конечно, больше эфирных масел можно задействовать, просто это отдельная тема, мне нужно ее понять. Я сейчас сразу так мне сложно даже сообразить, что у нас там еще можно из эфирных масел так активно задействовать. Ну, достаточно. Вот смотрите, у нас при псориазе хорошо еще помогает бальзам Сан-Рокко, да? И там у нас же тоже композиция эфирных масел. Насколько я сейчас вспоминаю, там еще гераниол содержится, да? То есть герань, значит, можем использовать. Это то, что я вот на вскидку сейчас вспоминаю, потому что тема псориаз довольно сложная, конечно. Но у нас хорошие результаты по псориазу. То есть в течение года мы купируем полностью процесс псориаза. По кожным заболеваниям можем подготовить. Здесь у нас даже опыт, да? Анатолий был по Викилига очень хороший. Был, да. Со стопроцентным результатом. Отлично. Спасибо. Извините, пожалуйста. Это та, которая подняла руку? Да, да, да. Людмила. Я как раз хотела попросить у вас разрешения добавлять еще людей, чтобы могли вас много слышать. И тут вы об этом сказали. Это было так приятно, что вы разрешаете. Конечно, потому что, скажем так, мне интересно готовить эти прямые эфиры, если я вижу такой вот отклик от людей, что это действительно людям интересно, это важно, это нужно. Но я же не для себя это делаю лично, правильно? Не для того, чтобы себя продемонстрировать. Посмотрите, какая я там, не знаю, умница, красавица. Я это делаю для того, чтобы как можно больше людей, новеньких особенно, узнали о Вивасане. Может быть, стареньких потребителей, но которые в силу каких-то факторов пользуются ограниченным спектром продукции и многого не знают, да, но им удобно, допустим, по какой-то причине неудобно приходить в офисы на мероприятия, там, да, или в офисах не проводятся мероприятия, или еще какие-то факторы, некогда людям. А вот на прямой эфир им было бы удобно из дома, там, да, с телефона, там, я не знаю, с дачи какой-нибудь, еще откуда-то. То есть им удобно зайти на этот прямой эфир. Поэтому, конечно, ну это нужно вначале переговорить с человеком и спросить, интересно ему это или нет. То есть поднимите своих старых знакомых, старых потребителей, старых клиентов, которые не в курсе новой продукции, не в курсе каких-то программ наших. Вот сейчас и книг у нас нет, мы лишены этого. Ну, то есть вот прямые эфиры – это такая возможность расширить, ну, как бы и наш круг, да, именно потребителей Вивасан, наша возможность показать людям, как без помощи химических препаратов можно выйти из той или иной ситуации. Ведь когда у человека, вот, например, депрессия, то врачи четко сажают на антидепрессанты. Ведь это серьезнейшая работа именно врачебная с помощью лекарств, довольно тяжелых бывает, да. Это может быть даже работа врачей-реаниматологов, когда сюда присоединяются люди, уходят в алкоголь, в наркотики, я извиняюсь, да, чтобы выйти из этих тяжелых депрессий. Не могут они выйти. Ну, в общем, разные факторы бывают, да. И потом с этих транквилизаторов людям очень тяжело слезть. Они их употребляют не то что месяцами, они их употребляют годами. Я с этим сталкивалась, понимаете. Вот. И вот эти все моменты людям нужно донести. И мы можем это обсудить. Именно обсудить. Не просто как лекцию, а обсудить в нашем прямом эфире и обменяться, может быть, еще и опытом своим. То есть мне было бы интересно слышать также и ваш опыт, понимаете, в той или иной проблеме. А что-то вы мне свое скажете такого, чего я не знаю, с чем я не сталкивалась. А у вас хорошие результаты. И это прекрасно. Ну, к сожалению, время уже у нас вышло, доступное нам. Но мы с вами будем общаться еще неоднократно. Поэтому огромнейшее вам спасибо всем за участие. И я вот надеюсь, что вы мои рекомендации, мои просьбы, вы не оставите без внимания. Да, приглашайте, пожалуйста, людей на наши прямые эфиры. И, пожалуйста, делайте это через нашу группу в WhatsApp. Ростов-Вивасан прямые эфиры. Всего хорошего. До свидания. Всем здоровья и хорошего настроения. Спасибо большое. Огромное. Нам очень приятно. Нам очень интересно все. Мы не успеваем задавать вопросы, потому что все конспектируем. Чтобы потом самим прочитать и с близкими поделиться. Ну, я очень благодарна Игорю. Это наша техподдержка из Воронежа, потому что он обрабатывает запись. И выкладывает потом ее на YouTube. И многие смогут послушать в записи. Но еще раз я говорю, запись, это кому-то удобно запись посмотреть, послушать. В принципе, прямой эфир дает гораздо больше возможностей для общения по данной теме и задать свои вопросы. Спасибо большое. Нам даже в поездках очень интересно включать прямой эфир, если мы вне дома. По телефону. Конечно. С удовольствием все это впитываем. С удовольствием находим для себя что-то новое, интересное. Приобретаем. И жизнь продолжается. Конечно. Конечно. Огромное спасибо. Благодарю. До новых встреч. До свидания. Спасибо всем. Спасибо.